На основании Луки 24, 49. Внимательно послушайте, потому что это не было у нас в планах. Это для кого-то из вас, кто сюда пришел, или для кого-то из вас, кто вот... Вы не думали еще вчера, но сегодня вы нас смотрите. Луки 24, 49. Мы просто хотим вместе помолиться, чтобы это произошло. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силой свыше». Давайте я еще раз это медленно прочитаю. Вдумайтесь, что Иисус здесь говорит ученикам. Обратите внимание, что они до этого исцеляли, изгоняли демонов. И вот он им говорит что-то очень важное. «Я пошлю обетование Отца Моего на вас». Мы знаем, он говорил о Духе Святом. «Вы же оставайтесь в Иерусалиме, доколе, то есть пока, не обличетесь силой свыше». Я посмотрел слово, что значит «облечься». Это действительно слово греческое, которое везде употребляется только в одном понятии – одеться. Оставайтесь в Иерусалиме, никуда не уходите, пока вы не оденетесь в силу свыше, пока не оденетесь в силу. Но я задумался над этим. Я помню, когда Иисус дал им власть изгонять демонов, изстрелять всякие болезни. И вот интересно, Он им говорит, что «никуда не ходите, пока вы не оденетесь в силу». И это было побуждение сегодня утром совершить такую молитву, потому что, я вам скажу, это реальное переживание. Это важнейшее переживание в жизни человека. Я вам скажу, можно остаться на уровне, на хорошем уровне, исцелять и освобождать. Ученики это делали до Пятидесятницы. Вы можете сказать на это «Аминь»? Это важно очень, понимать, что они уже это делали. Но было что-то важнее, было что-то больше, что Иисус сказал, «никуда не уходите». До тех пор. Они даже не знали, когда это произойдет. Это мы уже знаем, читая историю, да? Они не знали. Может быть, им пришлось пятьдесят лет находиться в Иерусалиме и никуда не двигаться. Они не знали. Вдумайтесь. Очень странные слова Иисуса. С одной стороны, их посылает во весь мир делать учеников, нести Евангелие. И с другой стороны, Он им говорит, «Оставайтесь и никуда не ходите, пока не оденетесь в силу». Насколько это важно. И некоторые люди, они на самом деле не пережили это. Они не оделись в эту силу. И поэтому им тяжело. Это не касается сейчас большинства. Не нужно сейчас на себя это примерять. Пожалуйста. Это нужно кому-то очень. И попрошу вас, давайте все поднимемся. И мы помолимся сейчас языками. И я встречал много людей, много верующих, которые ведут победоносную жизнь. Это очевидно. На них видно проявление силы. Я могу сказать, они одеты в силу. Я также видел много людей, которые делают все, то, что делают другие, но они не ведут победоносную жизнь. Могут быть разные причины, но одна из причин. У них не произошло этого действия. Они таки не приняли эту силу. И эти люди вынуждены будут десятилетиями бороться и бороться и бороться своими силами с чем-то. Это другой уровень. Действовать на уровне власти или также подняться и действовать еще и на уровне силы. Имеющие уши, да услышьте. И я хочу молиться сейчас. И я не буду никого вызывать вперед, у нас нет времени, но я хочу совершить молитву. Потому что Бог желает, чтобы сегодня кто-то пережил это и пережил по-настоящему. И знаете, пока вы это не переживете по-настоящему, вы не поймете, что это. Потому что в моей жизни было несколько раз, когда я переживал это облачение в силу. И это ни с чем не перепутаешь. Потому что эта сила начинает потом проявляться через тебя. И то, что ты делал вчера, оно было одним. То, что ты делаешь после этого события, оно совсем отличается. Поэтому люди, кто не переживал, они должны пройти это окрещение. А кто переживал, должны хотеть, страстно хотеть наполнения Духом Святым, чтобы одеваться в эту силу. во имя Иисуса. И у многих людей есть ложное переживание. Их просто убедили. А, все, ты крещен, ты крещен, все, иди, ты рожден свыше. И им от этого легче не становится. Я всем говорю сейчас, кто нас смотрит, и кто здесь, у вас должно быть настоящее, реальное переживание крещения Духом Святым и наполнение Духом Святым. у вас должно это происходить. И чем чаще, я за наполнение, чем чаще, тем лучше. Сначала крещение, и затем у вас должны быть эти, в жизни, эти события, у вас должно быть это наполнение также. Пока ты не попробуешь, ты не скажешь и не увидишь разницу. Знаете, один верующий мальчик кушал яблоко, и к нему подошел атеист. Знаешь, тот мальчик верующий, ну, знакомый какой-то. Говорит, ты знаешь, Бога нет. Это все просто чувство. И ваши эмоции. Мальчик ел яблоко в этот момент. Он сказал, а это яблоко кислое или сладкое? А ты есть? Откуда я знаю? Я же его не ел. И мальчик ответил, вот и об этом и я подумал только что. Развернулся и ушел. Вы должны это вкусить. Тогда вы поймете разницу. И если у вас не было этого, если у кого-то не было у вас в жизни, вот этого столкновения с силой Божьей, после которой вы не ошибетесь, вы будете знать этот вкус. Ты помнишь, когда мы, Инна, первый раз приехали, мы приняли, когда на конференции были, мы приехали уставшие с конференции, были целую неделю. Все было как бы, все было по-обычному. Но мы подошли, и мы просто вытягивали свои руки к людям, и они все там падали, лежали, крутились, плакали, кричали. И тогда вспыхнуло пробуждение в церкви. Там никто никого не толкал, ничего. Если ты одет в эту силу, она действует, и ты сам на нее смотришь, и ты понимаешь, это другое что-то. Я помню, пять дней назад было по-другому все. Я помню, все было по-другому пять дней назад. Еще вчера все было по-другому. Давайте просить, кто из вас еще не переживал этого, чтобы вы пережили это, начните ревновать и просить, я хочу пережить, Господь, я хочу облегтись, я хочу одеться в силу свыше. А если вы уже это переживали, однажды, давно, может быть, просите о свежем переживании, чтобы Бог отдел на вас это. Потому что, друзья, это совсем другое служение, это совсем другие плоды, это совсем другая реакция. Вот почему ученики исцеляли, освобождали до этого, но Иисус сказал, никуда не ходите, пока не облечусь силой, потом пойдете. О, Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты можешь одевать нас в силу. И я прошу в первую очередь о тех людях. Возможно, это один человек или не один человек. Ты смотришь на нас сейчас или ты здесь. Я молюсь прямо сейчас о Тебе, чтобы Ты пережил это сошествие Духа Святого на Твою жизнь, чтобы произошло это облачение свыше, чтобы Ты был одет во имя Иисуса. Дух Святой сойди на этого человека, где бы он ни был, потому что это слово для Него. Я сегодня остаюсь здесь для Него, чтобы ободрить Его, чтобы напомнить Ему во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Пусть Дух Святой сойдет на Тебя. Пусть Дух Святой сойдет, чтобы Ты был одет. И если Ты такой человек, проси внутри себя или можешь говорить это «Я хочу, Господь, я хочу одеться в силу свыше, я хочу реальное переживание, реальное переживание во имя Иисуса». И я высвобождаю Духа Святого, высвобождаю, высвобождаю на тех людей, кто в этом нуждается, высвобождаю, чтобы Вы пережили это важнейшее, важнейшее событие, чтобы Вы облеклись силой свыше. Пусть Дух Святой сойдет на Вас. Пусть Дух Святой сойдет на Вас. Примите обещанное от Отца. Примите, примите, примите. Дух Святой, я призываю Тебе, облеки, сойди на тех людей, кто не переживал этого, у кого было ложное переживание или у кого не было такого переживания, сойди, Дух Святой, сойди, Дух Святой, сойди, Дух Святой, сойди. Больше, 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 больше. Я призываю, призываю на Вас, призываю на Вас. Пусть Он сойдет, пусть Он сойдет, пусть Он оденет Вас. И я говорю, вероя сейчас, Он одевает вас, Он одевает вас силой, Он одевает вас силой, и если вы уже переживали это однажды, просите, я снова хочу, Господь, этого, одень меня, одень меня в силу, я хочу ходить в силе, в силе, в силе, будьте одеты во имя Иисуса. Давайте призывать Дух Святой, поди на нас, поди на нас, поди на нас, Дух Святой, лейся на нас, Дух Святой, поди на нас, дуй на нас, Дух Святой, облекай нас силу свыше. Мы не хотим быть слабыми, мы хотим быть одетыми в силу свыше, мы не хотим красоваться просто модной одеждой, мы хотим быть облаченными силой свыше. Пусть это происходит, пусть это происходит, пусть это происходит, пусть это происходит. Призывайте, призывайте, призывайте Дух Святой, одевай меня в силу, одевай меня в силу, одевай, одевай, одевай Дух Святой. Кому-то это нужно сегодня, кто это примет, возможно, вы дома повторяете за нами, одевай меня, Дух Святой, пусть Дух Святой сходит, пусть Дух Святой сходит во имя Иисуса, во имя Иисуса, можете поднять руки свои просто, еще 20 секунд и мы пойдем дальше, но кому-то это нужно, возможно, это не для тебя, но для того, кто рядом с тобой, но проси, чтобы Дух Святой сошел на того, кто рядом с тобой, проси, чтобы Он одел того, кто рядом с тобой, потому что это важно, это важно, это важно, это важно. Иисус сказал, никуда не ходите, пока не будете одеты силой свыше, это важно для нас, важно для каждого, важно для тебя, мой брат, моя сестра, это очень важно, чтобы ты был одет в силу, в силу, в силу, в силу. И я провозглашаю, кто-то одевается сегодня в силу, кто-то одевается сегодня в силу свыше, во имя Иисуса, и твой завтрашний день не будет похож на сегодняшний, и ты будешь действовать по-другому, молиться по-другому, ты будешь идти по-другому, будешь видеть по-другому во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, и сила будет действовать, сила начнет действовать через тебя. Спасибо, Господь, спасибо, Господь. Если ты принимаешь, то ли в первый раз, или ты очередной раз, просто одеваешься, скажи, я принимаю, Господь, я принимаю, я принимаю, во имя Иисуса, во имя Иисуса. И перед тем, как вы сядете еще, если вы знаете кого-то, кто рядом с вами, просто скажите, могу я помолиться о тебе сейчас? Могу? Если человек не против, протяните руку свою или дотроньтесь, и просите сейчас Отца, чтобы Он послал обещанное, чтобы человек, за которым вы молитесь, был одет в силу, постоянно был одет в силу, постоянно, постоянно. Одевай, 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 Господь, одевай в силу свыше, одевай. Во имя Иисуса, пусть это происходит, во имя Иисуса, потому что есть разница, есть колоссальная разница, есть очевидная разница, когда ты одет в эту силу, и когда ты без нее, есть разница. Пусть никто не обманет вас, есть разница, и ты сам это будешь чувствовать, ты это будешь видеть. Поэтому проси, это не время сейчас просто смотреть в потолок, время просить, время принимать, время брать веру, потому что это Слово было для тебя послано. Спасибо, Господь, что кто-то сегодня получил, кто-то сегодня принял, спасибо, Господь. Я знаю, ты не посылаешь Слово зря, у тебя есть цель. И наши братья и сестры, если мы не могли быть у вас, вы не могли быть у нас, но я порочески на вас возлагаю руку, примите, 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 примите во имя Иисуса. И я скажу вам, есть разница, есть разница, когда ты облачен в силу, есть разница. Аминь. И давайте дадим Господу славу, потому что кому-то это было нужно. Возможно, это было нужно не тебе, но кому-то, кто здесь или кто с нами. Аминь. 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 Аминь.